Четыре авиаперевозчика предлагают организовать авиационное сообщение по маршруту Наринмар-Москва. Об организации чартерных рейсов сегодня речь шла на еженедельной планерке при главе региона. Из региональной программы капремонта исключено более 50 домов. Жильцы этих домов будут освобождены от взносов на капремонт. Педагог Амдерминской школы удостоен благодарности президента. Награду Виталию Порывкину вручил глава региона Александр Цибульский. С обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. О чартерных рейсах в бюджете региона, кадровом резерве и других актуальных для жителей региона вопросах шла речь на расширенном совещании под руководством в Рио губернатора. Заместители главы региона, руководители окружных профильных департаментов, администрации города и Заполярного района отчитались о положении дел на подвесных им территориях и учреждениях. За минувшие две недели в региональную казну поступило 120 миллионов рублей. Львиную долю 86 миллионов составил НДФЛ. Расходы обошлись бюджету в 799 миллионов. Из них порядка 426 миллионов рублей было направлено в качестве субсидий бюджетным учреждениям образования и здравоохранения. 170 миллионов на социальные выплаты. Субсидии юридическим лицам превысили 28 миллионов рублей. 10 миллионов – это недополученные доходы в рамках регулирования цен по коммунальным услугам. Чуть больше 9 субсидий по продукции оленеводства. 4 миллиона 700 тысяч перечислено на подготовку судов к навигации. 2 миллиона 900 – пассажирские перевозки наземным транспортом. 1 миллион 400 – это хлеб. Как отметила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко, госдолг на сегодняшний день составляет 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Еще один вопрос, который обсудили сегодня на расширенном совещании при главе региона – участие некоммерческого сектора в конкурсе на получение президентского гранта. По словам руководителя департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям НАУ Павла Рахмелевича, в этом году от округа в конкурсе планирует участвовать 11 НКО. Глава региона, в свою очередь, поручил оказать содействие соискателям. О том, как обстоят дела со стройками и транспортным сообщением, главе региона доложил исполняющий обязанности руководителя окружного профильного департамента Александр Лидер. По его словам, сейчас ведется работа по организации нового автобусного маршрута, который соединит поселок Искателей и аэропорт Наринмара. Запустить его планируют с 1 сентября. Также департамент прорабатывает возможность введения чартерных рейсов из Наринмара в Москву. На сегодняшний день у нас есть 4 предложения. Это фирма «Азимут» на сухой «Суперджет-100», «Ижавия-Як-42», «Саравия-Ан-148» и «Камеавиатранс» на «Эмбра-145». Ждем от них коммерческие предложения. С учетом того, что подорожал керосин, мы пытаемся привести к какой-то приемлемой цене. Я думаю, что в ближайшие две недели будет уже конечный результат. И заключение соглашения будет, как в прошлом году, через авиатряд, с дальнейшим погашением задолженности авиатряда. Первый заместитель губернатора Ненецкого округа Юрий Мурадов рассказал о том, как проходит конкурс по формированию кадрового резерва администрации округа. Первый этап конкурса уже завершен. На подходе второй этап. Всего поступило 155 заявлений от 82 граждан. Это много. Некоторые подавались на несколько конкурсов сразу. Поэтому кадровый резерв мы планируем, что существенно пополнится. В завершение оперативного совещания глава региона поручил руководству окружного профильного департамента организовать встречу с охотниками региона, чтобы определить сроки весенней охоты и провести круглый стол с оленеводами. На 29 марта запланирован круглый стол по вопросам рыболовства. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север. По результатам обследования 97 многоквартирных жилых домов из региональной программы капитального ремонта в Ненецком округе исключили 54 дома. По информации окружного профильного департамента, 50 из них имеют высокую степень износа – более 70%. Еще четыре строения межведомственная комиссия признала аварийными и подлежащими сносу. Изменения в региональную программу капитального ремонта были внесены сегодня на очередном заседании администрации округа. В соответствии с жилищным кодексом и окружным законом, в домах, в которых износ основных конструктивов превышает 70%, а также в домах, в которых стоимость проведения капитального ремонта превышает 50% от стоимости строительства нового жилья, подлежат исключений из программы капитального ремонта. В течение шести месяцев субъект должен принять нормативно-правовой акт, который предусматривал бы порядок, сроки и источники финансирования, сноса, либо реконструкции или иных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий проживания граждан в данных домах. Таким актом у нас являлась программа переселения. То есть в ней было условие о том, что в случае исключения дома из регионального промка примута, он автоматически переходит в программу переселения. Данный вопрос был вынесен на заседание администрации на 21 февраля, но поступило обращение от граждан от отдельных одного дома о том, что они не хотят переселяться, а хотят, чтобы их дом был проведен капитальный ремонт. В связи с этим 13 марта в программу по переселению были внесены условия исключения дома из региональной программы капремонта. С момента исключения из региональной программы капремонта в течение трех месяцев администрация принимает акт, в котором будет прописано, что с этим домом делать. Либо его реконструировать, либо сносить, либо капитальный ремонт проводить, но за счет уже бюджетных средств, а не за счет средств граждан. Соответственно, жильцы этих домов будут освобождены от взносов на капремонт. Напомню, всего в 2017 году было обследовано 97 жилых зданий. Почти 80% из них имели высокий процент износа основных несущих конструкций. Еще 18 домов нуждаются в первоочередном капитальном ремонте фундаментов, стен и инженерных сетей. Перечень обследуемых домов был сформирован под данным муниципалитетов и госстроежилнадзора Ненинского округа. Строительство третьего участка дороги Наринмар-Усинский идет в плановом режиме. По информации централизованного стройзаказчика, подрядчик завершил отсыпку 4-х километрового участки дороги до проектной высоты. Как пояснили в казенном учреждении, с начала строительства возведено 154 тысячи квадратных метров земляного полотна. В работах ежедневно задействовано до 23 единиц техники. В основном это самосвалы, которые вывозят песок для отсыпки с карьера «Северная-4». На участке будет построен мостовой переход через реку Лая длиной 108 метров. Планируется, что его сооружение начнется этим летом. Также в летний период планируется провести укрепительные работы, провести устройство дорожной одежды и установку водопропускных труб на отсыпном в зимний период земляном полотне. Строительство дороги идет с привлечением средств федерального бюджета. Цена заключенного государственного контракта составляет чуть более 2 миллиардов рублей. На сегодняшний день федеральный центр уже выделил на строительство 150 миллионов рублей. Еще порядка 203 миллионов рублей будут направлены в регион в ближайшее время. Соответствующее соглашение между администрацией Ненецкого округа и Росавтодором подписано на прошлой неделе. Учителю из Амдормы вручена благодарность президента. Этой награды удостоен Виталий Порывкин, работающий учителем физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности. Его общий трудовой стаж работы составляет 39 лет. В должности учителя 30 лет. Позвольте нам, Илья Павлович, от нашего имени, от лица собраний депутатов, поздравить вас с высокой государственной наградой, с благодарностью президента. Немного людей у нас вообще в стране удостоились этой высокой отметки. Но вот я, честно говоря, с большим уважением и благодарностью за себя выдаю вам эту благодарность. Жизненное кредо педагога вырастет настоящего гражданина России, способного гордиться своей страной. Одним из путей решения задач нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения является наличие материальной базы учителя. Руками Виталия Порывкина и воспитанниками в школе создан и систематизирован учебно-методический комплекс в кабинете основ безопасности жизнедеятельности. Вам спасибо огромное за ваш труд. Вы делаете действительно патриотическое воспитание молодежи. Это сегодня, наверное, то, что является очень важным направлением. Не каждый за него готов браться, понимая, что оно сегодня такое, молодежь сегодня непростая, она все стоит под сомнением, что им говорят, но тем не менее, вот эти правильные основы, которые мы приведем, это, наверное, основы будущей жизни, как граждане, как люди. В школе обучается 29 детей. 100% учащихся посещают спортивные секции и кружки. Ученики 7-9 классов предпочтение отдают патриотическому кружку юные друзья Калашникова. Кроме теоретических знаний, учащийся получает практические умения и навыки. В течение всего учебного года педагог уделяет особое внимание подготовке своих воспитанников к жизни в экстремальных условиях сурового климата Крайнего Севера. Кроме этого, проводит встречи с будущими призывниками. На работу в силовое ведомство. В Центре занятости населения сегодня прошла традиционная ярмарка рабочих мест. Свыше 20 гражданских и служебных вакансий презентовали 6 окружных и федеральных ведомств. Список потенциальных работодателей довольно внушителен. Центр государственной инспекции маломерных судов, военный комиссариат НАУ, отдел вневедомственной охраны Росгвардии, войсковая часть 12403, управление МВД по округу и Центр хозяйственного сервисного обеспечения управления внутренних дел по НАУ представили 24 вакансии. Самый большой перечень у армейцев. В войсковой части сегодня требуется инженер-программист, делопроизводитель, водитель автомобиля, заведующий клубом, аптекарь и врач-терапевт. Допустим, медицинская сестра какое образование должно иметь? Начальное, среднее? Среднее образование по данному профилю, причем обязательно по лечебному делу. То есть медицинская сестра, допустим, хирургическом направлении нам не подойдет. Только по лечебному. Вакансии предоставляются социальными... Да, да, конечно. То есть по федеральному законодательству? Полностью. А водитель автомобиля какие категории? Д. Индивидуальное собеседование прошло с каждым претендентом на ту или иную вакансию. А есть вы можете совмещение? Совмещение есть. Если будете успевать и там, и там, почему бы не? Я сейчас покажу нашу ярмарку. Только в прошлом году в Нарианмаре прошло семь подобных ярмарок. Интерес к ним традиционно большой. Анонс о каждой встрече предварительно на официальном сайте центра. В прошлом году было семь таких мероприятий. В этом году запланировано восемь. Ну, работодатели, как правило, отзываются. То есть мы стремимся отобрать именно тех работодателей, которые предоставляют большое количество вакансий. Таким образом, это и им удобно, и безработным. То есть они могут за сравнительно небольшой промежуток времени провести собеседование с большим количеством потенциальных своих работников. Ну, и, соответственно, закрытие кадровую проблему. Вот. Ну, безработные, скажем так, граждане тоже проявляют большой интерес. Мы стремимся привлекать как состоящих у нас на учете официально в качестве безработных, так и всех желающих, чтобы, так сказать, решать проблему с занятостью в регионе. Сегодняшняя ярмарка вакансий собрала рекордное количество посетителей. По оценке центра занятости, собеседования с потенциальными работодателями прошли свыше ста претендентов. От самых юных до людей зрелого возраста. Преимущество, конечно, было у тех, кто предоставил на собеседование свое резюме. Впрочем, последнее слово за работодателем. Сегодня мы на наше мероприятие пригласили силовиков. Это мини-ярмарка вакансий. Нас посетили работодатели и около ста человек безработных граждан. На нашу мини-ярмарку сегодня пришло большее количество граждан, чем мы ожидали. Поэтому можно сделать вывод о том, что данные вакансии востребованы у соискателей. Такие мероприятия у нас проходят периодически в течение года. Можно смотреть информацию на нашем сайте и знакомиться с новостями. В центре занятости уверены, что ярмарка – хорошее и, главное, честное подспорье при поиске работы. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Возможно, кто-то из юных героев следующего материала выберет для себя профессию спасателя МЧС. Повышение культуры безопасности среди населения для предупреждения чрезвычайных ситуаций и профориентаций для студентов. Дни открытых дверей, уроки безопасности и разнообразные экскурсии 2018 года в МЧС России проходят под эгидой Года культуры безопасности. В Нинницком округе сотрудники ведомства особое внимание уделяют работе с подрастающим поколением. Практически каждую неделю в МЧС проходят экскурсии для школьников, занятия для студентов. На одном из таких мероприятий побывала Ольга Русул. В гаражных боксах Арктического спасательного центра непривычно оживленно. Маленькие посетители с огромным любопытством заглядывают в специализированные автомобили, изучают их начинку. Спасатели, они спасают людей от пожара. Это, которые спасают людей, люди вызывают их, если что-то не случилось. И они приезжают и спасают сразу. Экскурсия в пожарно-спасательное формирование – привычное дело. Самые маленькие посетители – воспитанники детских садов, самые взрослые – студенты. На это время мужественным спасателям приходится переквалифицироваться в педагогов. Ведь рассказывать о своей даже такой интересной работе детскому коллективу – дело совсем непростое. С детьми очень сложно работать. Тем более, они очень живые, любознательные. Везде интересуются очень многим. Сам иногда бывает, что не можешь ответить на их вопросы. Приходится что-то читать. Ну, готовиться специально для проведения занятий с ними. В рамках Года культуры безопасности МЧС запланировала ряд экскурсий. Проведение открытых уроков по основам жизнедеятельности, уроки мужества, соревнования. Пройдут всероссийские командно-штабные учения и тренировки, месячники безопасности, крупные международные соревнования и конкурсы профессионального мастерства. В том числе, у нас запланировано в этом году участие наших ребят в межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель», который будет проходить в Вытигре, в Вологодской области. Это ежегодное мероприятие. И в том числе наши спасатели, пожарно-спасательные формирования, а также окружные спасатели участвуют в подготовке данных ребят и команды. Сотрудники МЧС уверены, мероприятия, приуроченные в Году культуры безопасности, принесут хороший результат. Ведь именно на таких практических занятиях дети и взрослые получают необходимые знания, куда обратиться в случае чрезвычайной ситуации, как действовать и не растеряться. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненинской центральной библиотеке имени Печкова прошла презентация книги Виктора Толкачева «Девочка на острове». Новая книга издана под псевдонимом «Тюкувада», что в переводе с ненинского означает «это слово». Книга посвящена дочери писателя Кате, зимовавшей вместе с родителями на полярной станции «Колгуев-Северный» в 1972 году. В центре событий трехлетняя девочка из Москвы, которая открывает для себя север. Среди друзей героини есть слово-песня «Вада Сюдбабс» – образ из ненинских сказаний, носитель живого ненинского фольклора. Сказок, загадок, пословиц и поговорок мудрого народа тундры. «Девочка на острове» – это детская книга для чтения в семье. Это история о любви и жизни молодой семьи на полярной станции в точке пересечения таких вечных стихий, как тундра, море и небо. Описанная жизнь в любви, вечных заботах. Это постоянный диалог с природными стихиями и погодой в доме. Это дружба с людьми, проживающими в суровых условиях тундры. Виктор Толкачев – известный писатель, публицист, автор книг о Ненинском округе. Новая книга писателя издана в Архангельске тиражом 500 экземпляров. Из них 40 уже приобрела Ненинская центральная библиотека. И на этом выпуск завершен. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.